Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Лондон на Уимблдон. Влада Сташев и Анна Чиквитадзе мы представляем 5 лучших нарядов этого большого шлема. Беттани Матексанс с ее сумасшедшим ковбойским нарядом с белыми мечами. У нее на любой турнир есть великолепное платье. Она просто красит мечи во все цвета радуги и накрепляет их на свои платья. Я даже не знаю, сколько шкафов с модной одеждой у Беттани Матексанс. А вот с немодной одеждой у нее их штук 18-20. Сирена была в белом, но при этом шорты и вот такая повязочка сиреневого цвета. Как ей позволили выступить на турнире, где все должны выступать в белом, вот в таких шортах? Аналогичная история с красными подштанниками случилась с Татьяной Головин, которые тоже сделали предупреждение. Ну а после того, как сирена выступила в пурпурных шортах, решили все-таки запретить. Мария Шарапова и ее элегантный смокинг. Помните тот год, когда она играла в шортах и в обтягивающей футболке? Маша, почему ты больше не играешь в шортах? Это было очень красиво, это было очень элегантно и не похоже на тебя. А мне все-таки кажется, что Марии больше подходят пласть. Что она не наденет, все великолепно. Это же Шарапова. А вот если она ничего не наденет, то это будет великолепно дважды. Сам, о господи, Роджер Федерер. Он вышел в пиджачке, словно в какой-то лондонский клуб, как Дэнди. А потом ему говорят, Роджер, а сними-ка ты пиджачок сначала. А он снял. А брючки снимешь? И он и брючки снял. И остался в банальных шортах и майке. Не хватало только бабочек. Эх, Роджер, если бы ты сыграл в пиджаке, это было бы великолепно. Ты только разминался в нем. А полноценный матч проведи, ну хоть раз. Порадуй публику. Мы только за. Да. Анна Корникова. О, Аня, я твой Энрике Иглесиас, я твой хироу, я твой кто угодно. Да, как ты не похож. Помните ее короткий топик, просто фантастика. Сейчас его пытается копировать сама Эжени Бушар. А я думала, это все тот же топик, нет? Возможно, он остался здесь. Аня, наверное, его когда-то забыла, а Эжени взяла и подняла. И он все уменьшается после стирки и уменьшается. И только память об Анне Курниковой живет в наших сердцах. Аня, ты чемпион. Ты всегда для нас на первом месте.